Человек длительное время, игнорируя свое «я» или свой бесконечно транслирующий вокруг себя эгоизм, искореняя его и отрицая его, как будто вы ни при чем, вдруг окунается в колоссальный океан наслаждения, экстаза, который просто из ничего возникает, просто так. Многие дети, за которыми я наблюдаю, имеют это качество. Чем отличается взрослый человек от маленького ребенка? Они умудряются находить удовольствие в игре, умудряются находить удовольствие в коммуникации, в общении, в вышивании или в копании лопаткой, но они в этот момент делают это не механистически. Они в этот момент радуются тому, что происходит, поэтому они смеются, хохочут. Куда подевались эти мальчики и девочки, которые в школе беззаботно хохотали, веселились, могли запросто станцевать? Вот это была энергия, она у вас била ключом. И когда человек говорит, я молодая была, такая радостная, веселая, потом стала старая и стала такая несчастная, никому не нужная. Нет, не это произошло. Произошло то, что тогда вы видели мир, вы в нем купались, вы хотели жить. И эта жизнь, она давала вам, и вы видели краски, вам нравилась пища, она была вкуснее, мама и папа были добрее, вокруг цветы были другими, вас интересовали бабочки. И там был один компонент, он очень был яркий, это был компонент восхищения. Мы восхищались, ой, какая войска, ой, как приятно, ой, как красиво, ой, как... А потом стали буками, я у ордена Ленина, дружбы Красного Знамени, он козел дурной, дурачок, все вокруг сволочи, там весь мир в опасности и так далее. Нет, это пусть живет тоже своей жизнью. Но даже глядя на это, не забывайте о том, что наша-то задача жить. Да, если ты не участвуешь в мясорубке, да, если ты не участвуешь в ужасе, то ты участвуешь в ужасе, в мясорубке ты можешь участвовать какое-то время, но в жизни ты своей участвуешь постоянно. Поэтому в своей жизни нужно обращать внимание на свою жизнь. Человек болеет, когда он перестает.